Всем привет, с вами Дизмон, и сегодня на столе у меня лежит мега-всратое говнище! Почему же я так злобно о нём отзываюсь? Да потому что я надеялся на этот бластер очень и очень сильно. Вы меня спросите, ты что, идиот? Как ты мог надеяться на вот такую вот дешёвую подделку нёрфа? Да всё очень просто. Один из подписчиков в моём Дизмон-чате скидывает его фотку и спрашивает, можно ли из него сделать спамф. Спамф, по сути своей, это модификация нёрф Falcon Fire. Мы берём слабый стоковый нёрф бластер и при помощи небольшой доработки он становится очень мощным. Он работает на магазинах, то есть его не надо вот так вот по одной пульке вставлять. Я когда увидел это чудо на зоне за 700 рублей, подумал, что ядрить мета спамфов продолжается. Отлично, можно покупать вот такие бластеры и собирать на основе их. Буквально офигенный классный бластер, не исчая его на вид или ещё где-то. Прихожу я домой, распаковываю его и просто разочаровываюсь. Вот такая вот в комплекте с ним была коробка. Выглядит, кстати, неплохо. Здесь лежит, сколько, 10, 20. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь лежит 10 Акьюфейков. Это, кстати, хорошие дарты, которые летят точно. Показано то, что он очень точный. Попадает с расстояния 12 метров. Ну, нихрена себе, давайте сегодня это проверим. Как мы будем попадать вот с этой вот сране с расстояния 12 метров. Тоже, я думаю, приобретая этот бластер. Я думал то, что китайцы просто украдут Falcon Fire целиком и полностью. Просто в другом корпусе под расцветку Rebell. И поймите меня, на это были причины, потому что у него очень похож. Вот, у него очень похожа рукоятка на оригинальный Falcon Fire. И я думал то, что его можно будет легко замодить и собрать из него крутой охренительный спамф. Ну, как бы согласитесь, было бы неплохо вот из такого вот слабенького бластера получить вот такую вот тему на магазинах, которые стреляют еще 30 метров в секунду. Но, к моему глубочайшему, к сожалению, тут переделали все основные элементы механизма, превратив их в какой-то нерабочий кусок говна. Я даже не знаю, с чего начать, честно. Во-первых, рукоятку они скопировали с нерфа неправильно. То есть, вот эта рукоятка на Falcon Fire не подходит, она меньше. Взвод я даже не могу переставить, он тоже меньше, он тоже не подходит. Казалось бы, туба, в которой гоняется воздух, можно ее переставить в Falcon Fire. А нет, нихрена, она просто имитирует тубу этого бластера. Она не похожа, потому что если мы его откроем внутри, то знаете, что мы там увидим? Мы увидим просто жалкую пародию на попытку сделать какой-то нормальный бластер. Там все отвратительно, там все ужасно. Внутри этого бластера еще меньше поршень стоит. Еще внутри поршня, который должен быть поршнем. Там даже нет уплотнительной резинки, чтобы воздух мимо не уходил. Они решили обыграть это куском вот такого мягкого пластика. Дэм. Ладно, это мои проблемы, то что я хотел собрать из него какую-то там модификацию. Да, таких людей, как я, единицы. Но если рассмотреть этот продукт в совокупности, я за него заплатил 700 рублей, то это мега говно. Когда вы попытаетесь его взвести, чтобы сделать выстрел, первое, с чем вы столкнетесь, это с очень тугим взводом. Очень тугим, который неинтуитивно ходит. Потом, когда вы решите с него выстрелить и доведете взвод назад, он будет издавать отвратительный звук выстрела. Звенящая пружина, ужасный ход триггера. И это все в совокупности мега срань. Если вам нравится такая рубрика, да, я буду продолжать покупать какие-то всратые китайские бластеры, жестко их хейтить и разносить. Если вам на это нравится, дайте знать лайком и комментарием. Ладно, все же, давайте попробуем пострелять с этого чуда. Вставляем в него пульку. Пока мы будем ее вставлять, кстати, мы ее помнем. В Falcon Fire в оригинальном это было сделано лучше. Ну, камон, какой попадать в мишень с 12 метров с этого бластера? Вы что, издеваетесь? Он еле до моей стенки дострелит, вот где камера стоит. Я, кстати, перед обзором не проверял его на хронографе. Давайте вместе это сделаем и посмотрим, какое количество, какая скорость вылета у него будет. А почему у него взвод назад отводится? Что ты такое? О, да, 32 фута в секунду. Огромное спасибо. О, ха-ха-ха. На джин 3-х 44 фута в секунду. 40 фпс. 40. Стоковый Falcon Fire стреляет. 70. Это стреляет 100. С легкой доработкой 140. Зачем это нужно? Почему он такой ужасный? То есть, это даже маленькому ребенку там купить в подарок, ну, очень плохая идея, потому что он, во-первых, относительно дорогой. Потому что за 100 рублей, за 140 там можно купить офигительный просто какой-нибудь альфа-страйк нерфовский, которым можно классно и весело фаниться. Это просто срака. Как минимум, она будет слабее, она хуже по качеству изготовления. И... Я думаю, из него можно будет собрать какой-то мод. Но из него даже собрать толком ничего нельзя. Там внутри непригодный комплектующий для этого. Я, честно, хотел вернуть его в магазин, как только я его купил. Ну, потому что все-таки 700 рублей жалко, они на дороге валяются. Но потом я понял то, что это, наверное, повод снять для вас какой-нибудь ролик. И, может быть, вам такой формат зайдет. По крайней мере, я привык уже к китайским бластерам. Я давно не играю бластерами нерф. Я в основном играю либо 3D-печатными бластерами, такие как Spam, или все различные модификации нерфских бластеров. И в основном китайские бластеры очень-очень качественные. Ну, возьмем Валькирию. Суперское качество. Он вообще из нейлона отлит. Да-да, именно поэтому в магазине dizmon.ru по промокоду ВАЛЯ на этот бластер действует скидка целых 2600 рублей. А еще вам в подарок дадут нарезчик дартов и мегаэксклюзивную коробочку винтики для бластеров. Где вы можете хранить винтики для бластеров и всякую мелочевочку. Ссылка в описании. Там, Воркерс, Вордфиш, СМГ, УЗИ. Я привык, что китайские бластеры, они, ну, прикольные, они качественные. Это откуда вылезло? Что ты такое? Зачем? Зачем тебя создали? Для чего? Кому нужно это купить? Для кого? Зачем? Ребята, мне кажется, или это претендент на мою рубрику с шортами, где я распиливаю бластеры циркуляркой. Я, кстати, не знаю, какого хрена вы это смотрите. Но на том ролике, где я пилил флип-шот, 40 тысяч просмотров. Зачем? Почему? Я не знаю. В комментариях мне все пишут, что я дебил и назвал циркулярку болгаркой. Я не знаю. Давайте снимем подобную рубрику с этим бластером и нахер его распилим, потому что 700 рублей на дороге не валяются. Понятно вам? Все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить то, как мы будем херачить этот бластер на циркуляр-очке. Я не знаю, зачем он нужен. С него даже взвод розовый нельзя на Falcon Fire поставить на спам, чтобы по стилю быть, потому что не подходит. А я не понимаю, в чем проблема. Если бы китайцы сделали бы реально качественную копию Falcon Fire с такой же классной тубой, с такими же размерами, просто можно было бы вытащить эту стенку и поставить стенку на спамфа, это был бы великолепный бластер. Действительно, его бы покупали просто ради того, чтобы собрать на него модификацию. Ну, китайцы такие, ну, мы вот говна, сделаем пожить вот говна, пожалуйста. Ну вот, я, собственно, сыт, офигительный, великолепный, охерительный говнопушка. Вот такие вот дела. С вами был Дизмон. Че, как вам бластер, как вам вообще все? Лайки там, подписочки, фигисочки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok